Друзья, привет! Я тут в очень, в очень нестандартной местности для начала моих роликов, но я нахожусь не в автопарке, я нахожусь в оленепарке, и здесь очень много оленей. Кто хочет? Держи, держи! Что сегодня будет происходить? Давайте вкратце. Сегодня я буду проводить соревнования, но никак не связанные с оленями. У нас будет три вида транспорта. Первое — это лыжи. У нас в ролике будет настоящий олимпийский чемпион. Второе — у нас будет упряжка с настоящими хаски. Блин, подожди. И третий вид транспорта — это баги на 245 лошадей. И это все будет происходить в этом ролике. А на кону будет стоять кое-что очень и очень важное. Ну что, поподробнее дальше? Так, это не те хаски, которые нас будут катать. Они тоже сибирские? Это сибирские хаски, но те хаски, которые будут вас катать, они сейчас находятся на выдержке под золотым замком. А, то есть они набираются силы и мощи, да? Да. Окей, хорошо. Что любят люди больше всего? Еду? Женские прессы. И такую вот милоту. Да? Да. У кого глаза голубее и кто милее? Ну что, сейчас мы проведем наше соревнование и не на просто так. Мы играем очень жестко, поэтому на кону, знаете, что будет стоять? На кону будет стоять уборка настоящего свинарника. Вот там, на той ферме, есть настоящие свинки, у которых есть настоящий загон. И там у них есть нечто, что нужно убрать в их загоне. И для проигравшего это будет задание. Поэтому, я думаю, у всех будет стимул бороться до последнего. Друзья, это Александр Легков, олимпийский чемпион. Привет, Ангелин. Привет, друзья. Я немножко в шоке от того, что я сейчас слышу, но я готов. Саша, твои ставки почему ты должен выиграть? Ну, потому что трасса такая, она сложная, потому что много ухабов. И все же, по-моему, ориентироваться проще на местности, чем сидеть в упряжке и контролировать собак. А в баги? В баги, я думаю, что он должен был быстрее, потому что, в принципе, это техника. У него правильные колеса, правильная подобранная резина. И я думаю, что проблему не составит его выиграть. Ну, хорошо. Сколько у тебя, Саша, в лыжах? 25 лет профессионально, 20 лет в сборной. Три олимпиады за плечами. Мне кажется, вот это основной факт, почему Саша должен выиграть, а не все остальное. Раз, два, три. Минута 46 прошла после ставки. И сейчас я расскажу кратенько про историю лыж. Это реально интересно. Первая лыжа, это была не лыжа, это была снегоступа. Ее вообще нашли в Дальней Псковской области. И этой находке 4000 лет. А сам лыжный спорт, как он есть сейчас, возник вообще в Норвегии в средние века. А потом разошелся и по всей Европе. Они поняли, что классно кататься на лыжах, это хорошо влияет на здоровье. Почему бы этим не заниматься? Если мы говорим про биатло, то есть катание сначала на лыжах, а потом стрельба из оружия. У нас будет из пейнтбольного оружия. Он возник вообще в 90-е годы 20 века. И вы не поверите, каким образом. Благодаря пограничникам, которые просто им нечего было делать. Они подумали, блин, почему бы сначала не пошаровать на лыжах и потом не пострелять. Так и возник такой вид спорта. С изобретением пластика увеличилась и скорость того, насколько быстро вообще можно перелегаться на лыжах. Они были раньше деревянными, и это очень сильно затормаживало ход, потому что они кондовые, неудобные и, самое главное, тяжелые. Пластик, он легкий. Благодаря этому горнолыжный вид спорта предполагает скорости до 120 км в час. Это вообще баснословные цифры. Гонки на беговых лыжах, расстояние, вдумайтесь, может быть от 800 метров до 70 км. Это прям как расстояние между двумя городами. А что касается нашей гонки, Александр Легков должен будет пробежать километр 800 метров. Ну что, посмотрим, как у него это получится. Возвращаемся обратно. Что может помешать нашему лыжнику занять первенство? Я думаю, здесь понятно, что плохая дорога может собрать злую шутку. Ненароком вылететь в дерево, либо съехать с трассы. Ну и, конечно, усталость. Хотя у нашего олимпийского чемпиона, я думаю, с усталостью проблем нет. Все-таки там дистанции намного больше, чем здесь. Эта дистанция, она предназначена как для лыжника, так и для собачьей упряжки. А у багги будет дистанция чуть-чуть подлиннее. Чуть-чуть, я думаю, раза в два с половиной. И там будет тоже интересно посмотреть, чем все закончится. Это было очень быстро, Саш. Это было мега быстро. Трасс тяжелый, не для лыж, но я не на всю шел. Но ты ни с трасс не снижал, никуда в деревья не уходил. Вот они были свидетелями, нет. Ого, это было... Я в шоке, ребят. Я не знаю, есть ли шанс у собачьей упряжки и у багги, потому что человек в этом плане, человеческий фактор, побеждает. Устал, выдохся? Да нет, всего километр, с небольшим. Километр 800. А какие обычные дистанции ты проходишь на олимпиаде, либо просто на тренировку? 15, 30, 50. Ну, 1,8, это просто как чихнуть. 12 тысяч километров с ногами в год. 12 тысяч, это еще 4 раза будет как раз эквак. Вот моя машина проезжала 5 за год, я делал 12. Это очень круто. Давай 5. Ты большой молодец. Сережа, скажи, почему ты уверен, что ты выиграешь? Потому что я самоуверенный. Самоуверенность? Знаешь, ничего, давай. До страшных аварий на скорости 200 тысяч километров в час. Нет, ну по фактам, почему вот они, собаки, кормлены? Собаки, кормлены, отдыхали 2 дня. Мы им дали отдых, кормили их только лучшим мясом. В чем сложность в этот раз? Почему они могут плохо пройти? Потому что собаки самостоятельные, они не люди, они куда захотели туда и погибут. Дорога будет довольно изгибистая, рыхлая. Ну все, я болею на самом деле за Сережу, и я думаю, у них должно получиться все отлично. Сейчас собачья упряжка готова прям сорваться с места, она прям ланчует прямо сейчас. У нас каюш Сережа, Сережа, ты готов? Все, погнали! Оп, 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 давай, чуваки, давай, давай, давай! Специально подкрикивают, чтобы собаки чувствовали, что им нужно нанести вперед. Давай, давай, оп! Оп, оп! А пока мы все дружно болеем за Сережу, Сережа, давай, я верю в тебя, я расскажу немного о собачьих упряжках и о гонках на них. В общем, все началось далеко-далеко, в Аляске, в начале 20 века, когда случилась золотая лихорадка, и все дружно поперли именно туда. Тогда единственным способом, вообще методом передвижения там были собаки и собачьи упряжки. Соответственно, они заводились со всех концов Америки и со всех концов Европы. Я думаю, вы все знаете историю про Балты, как он мужественно доставил ценные грузы с точки А в точку Б, и в честь него организовались как раз-таки эти гоночные испытания на собачьих упряжках. Ее путь, этой гонки, равен 1800 километров, и первая гонка провелась в 1967 году. Но просто так вы не попадете никогда в эту гонку. Нужно пройти два отборочных этапа. Как вы думаете, сколько людей, сколько россиян выиграли эту гонку? Сколько дошли из точки А в точку Б? Те самые 1800 километров на одном дыхании практически, ну, какие-то там есть какие-то пикстопы, но все равно очень сложная трасса. Сколько людей прошло? Один. Единственный русский человек, который вообще никакого отношения к этому виду спорта не имеет. Он просто попытался, и у него получилось, и мы дико гордимся этим человеком. Хочем, но пришел последним в этой гонке. Обычно в собачьей упряжке где-то 6-10 собачек, и они специальной породы, специально выращенные под эти гонки. Они должны быть очень мускулистыми. Ах, да, они едят примерно 1 килограмм мяса в день, и, мне кажется, питаются лучше, чем некоторые москвичи. Но не будем об этом говорить на факте. Разгоняют они скорость от 20 до 40 километров, если выглядят голопом, но для этого груз позади них не должен быть очень тяжелым. Как и так. Ну что, Сережа, ты где? Давай, мы тебя ждем. Счетом того, что лыжник один, а тут 6 собак. И еще здесь спортивная наста, которую нужно управлять, и это все нужно как-то еще держать у себя в руках. Короче, это очень классный результат. Мне почему-то кажется, что багги проигрывает. Не будем пока Тимофея огорчать этим, но... Это Тимофей, и сегодня сидит за рулем багги, в котором 245 лошадей. И это, кстати, необычные багги. Ты готов? Готов. Тимофей, скажи, почему ты думаешь, что ты выиграешь? Я думаю, что 200 лошадей они должны себя показать все-таки в лесу. У тебя есть преимущество. Ты не устаешь, как это делают собаки, или там тоже самый олимпийский чемпион. У тебя вот есть ДВС, на котором ты едешь. Сколько ты уже катаешь на нем? Полтора года. А, ну то есть у тебя еще и опыт есть. А до этого у тебя был какой-то такой, типа, квадроцикл? Ну, в основном квадроцикл, да. Поменьше техника. Короче, стаж у нас полтора года. У олимпийского чемпиона стаж 25 лет. Посмотрим, кто заберет свое первенство. Выиграем. Погнали! Погнали! Что такое баги? Сейчас я вам расскажу. Это существо появилось в далекие 50-е годы в США. И это не мотоцикл. Это не квадроцикл. И это не машина. Так что же это за чудовище такое? И откуда такое странное название? Все очень просто. Эти машинки делались на основе Volkswagen Beetle. Тот самый жук. И изначально эти машины делались вообще собственноручно, самодельно. То есть находили этот Volkswagen Beetle где-то на свалке. Отрезали все части кузова. Оставляли только раму и мотор. И именно поэтому их прозвали баги, баги, как жучок. Типа, Volkswagen жучок. Вот такая интересная историческая справка. Но если мы говорим про сейчас, то сейчас баги это как картинг. Только картинг по сильно пересеченной местности. И вы это прекрасно видите сейчас в кадре. И тот баги, которым мы располагаем, в нем 800 килограмм веса, 245 лошадиных сил. И такая мужская игрушка мне на каждый день стоит 5 миллионов рублей со всеми дооснащениями. Кстати, для своих размерчиков он ест очень даже неплохо. 14 литров на 100 километров. Ну что, здесь, конечно, хорошо, тепло и статично. Но пора возвращаться в гонку. Пока. Пока. Аааааа! Аааа! Аааа! Ааа!! Тебе страшно нужно выйти. Сразу держи его. Он должен похоронить в ближайшем мире. 4,58. Офигеть, дай пять! Это было тико сильно. Это было очень сильно. Это был бешеный спринт. И я думаю, что сейчас он почувствовал себя в реально своей стихии. Это его зона обитания. Вот этот лес, это просто идеальная для него дорога. Но в каких-то моментах я думала, что мы перевернемся. Ну, сейчас то, что он так лежит, это уже нормально. Я уже не переживаю. Но сидеть на пассажирском, это реально 5D кинотеатр. Слава богу, там есть лобовое стекло. Иначе бы весь снег просто летел мне в лицо. Страшно, это было реально страшно. Ребят, у меня все цифры в голове смешались. Но получается, ты выиграл. Ты первый пришел. 4.58 время. Вот даже сейчас я на камеру покажу, чтобы не быть голословной. 4.58. И это реальные цифры с моего таймера. Офигеть. Мы прошли быстрее олимпийского чемпиона. Первое место. Ну что, Тимофей, поздравляю тебя. Сегодня кое-кто другой будет чистить свинарник. Ну что, ребят, подошел к концу наш соревновательно-испытательный моментик по пересеченной местности. И сейчас я буду объявлять победителей, проигравших и тех, кто у нас в середине. Третье место у нас занимает собачья упряжка за штурвалом, который был Сережа. В общем, эти собачки, они не супербыстрые, они просто красивые. Но Сережа все равно молодец. Ставлю ему лайк за его старания. Второе место у нас занял олимпийский чемпион Саша Легков. Саша большой молодец. После наших соревнований Саша поедет в Пекин забирать золото. Ну а пока он у нас забрал серебро. И это тоже хороший результат, я считаю, для лыжника, который прошел по той же трассе, что и собачки. Причем с очень хорошим и достойным временем. Ему тоже лайк поставьте под этим видео. И первое место золото забирает у нас вот эта мощнейшая машинка, стоящая позади меня. 245 кобыл. Это вам не собачки. И почему? Да потому что этот ДВС на четырех колесах, который вездеходный. Я думаю, если его отправить на Марс, он и там займет первое место. Ты большой молодец. Все, супер. Даже несмотря на то, что расстояние было почти в два раза больше, все равно Багги занял первое место. Ну и, конечно, зафиналился. Он просто бомбически. 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 А, это больно. Я ударилась головой, но вроде как нормально. За это, ребят, жирный лайк сразу. Кстати, да, проголосуйте в комментариях, кто эффектнее всего выложился в этих соревнованиях, испытаниях. Мне будет интересно почитать. Вы же помните, какое у нас было наказание проигравшему? Прямо сейчас Сережа пойдет в загончик вон туда, к свинкам, и будет убирать их к куле. Мне очень хочется на это посмотреть, поэтому я выхожу из кадра и иду смотреть, как он это делает. Мы пришли Сережу в прядь, чтобы он выполнял свое задание, как проиграл. Огромные клыки. Жесть, у него рот, пасть, как у бегемота. А ты так смотришь, ты так смотришь, так смотришь. Ларни, очкуйте мне, мне все равно страшно. Сережа, а что ты дал заднюю, не пошел кубанам, брат? Я еще жить хочу. Ну а что, у нас вот такие правила. Все по-серьезному.